В военной истории 20 века танк сыграл беспрецедентную роль. В начале боевой карьеры он отличался тем, что вывел теорию стратегических операций из позиционного тупика. 15 сентября 1916 года английские танки практически мгновенно прорвали немецкую оборону на реке Сомма. Незыбленный принцип войны, артиллерия разрушает, пехота занимает, рухнул в одночасье. И разрушать, и занимать начали танки. Даша, жуть! Не дай бог такая ночью приснится, а тут на Леву. Но это было пока единичным случаем. Окопное противостояние продолжалось. Танки того времени были в буквальном смысле слова гадкими утятами, тихоходными и уродливыми. Но несмотря на их техническое несовершенство, наиболее дальновидные стратегии уже тогда рассматривали танки, как перспективный инструмент сухопутной войны. В конце 20-х, начале 30-х годов разрабатывается теория массированного применения танков в военных конфликтах будущего. Под эти задачи и проектировались новые бронированные машины, разительно отличавшиеся от своих старших собратьев. Из гадкого утенка танк превратился в молодого хищника. В годы Второй мировой танк заслужил репутацию самого грозного оружия наземных сражений. Это были времена триумфа бронированных монстров. Танк является уникальным средством. Его уникальность заключается в том, что он является как бы средством нападения, средством защиты. И противоречие в том, что сильнее, поражение или защита, было всегда. На заре танковой эпохи ни у одной армии не было, да и просто не могло быть специальных средств борьбы с танками. А к 45-му году это было уже весьма многочисленное и разношерстное семейство. От противотанковых гранат, мин и ружей до приземистых длинноствольных полуавтоматических пушек и сверхмощных противотанковых самоходов. И, конечно же, танки уничтожались своими собратьями, танками противников. Эффективно боролась с танками и авиация. Наиболее перспективным, и, как потом показало будущее, главным врагом короля наземной войны, на многие годы вперед стал умунитивный боезаряд. И выносителю, снаряду или бомбе уже не нужно было сообщать большую начальную скорость. Кинетическая энергия была уже не столь важна. Главное было просто долететь до брони. Раскаленная струя узко сфокусированных газов прожигала ее со сверхзвуковой скоростью. При этом пусковое устройство могло быть предельно компактным и портативным. Базукой или пауз-патроном мог пользоваться пехотинец-одиночка. Ответом на эту угрозу стало наращивание танковой брони, появление брони экранов и качественное совершенствование самой стали. Массовые танки первого послевоенного поколения, советские Т-54, Т-55, Т-10, американские М-46, М-47, М-48 имели такую бронезащиту, превосходившую защиту самых тяжелых танков военных лет. Например, наш средний танк Т-54, при весе в 36 тонн, располагал броней с максимальной толщиной 200 мм. Знаменитый Королевский Тигр, сверхтяжелый 68-тонный танк, имел шкуру на 2 см тоньше. Как это ни парадоксально, но появление ядерного оружия только укрепило боевой статус танков. Считалось, что следующая мировая война непременно будет атомной. А танки, как показали испытания, лучше других видов техники защищены от взрывной и тепловой волн, и самое главное, от радиации. Все другие угрозы для танков, казалось, потеряли актуальность. Наступление танковых дивизий и армий предполагалось вести через рубежи и позиции противника уже после нанесения по ним ядерных ударов. Человек с гранатометом к тому времени должен был быть превращен в облако пары. Однако фетишизация ядерного оружия едва не привела к падению авторитета танков. В определенный момент Никите Крущеву показалось, что ядерно-ракетная мощь способна решить все вопросы ведения войны. Никита Сергеевич считал, что в этой ситуации танки не нужны. А если нужны, то исключительно ракетные. Но конструкторы продолжали работать и до и после отставки Крущев. В 1967 году был создан танк нового поколения, по революционности технических решений обогнавший время. Т-64. Самым прорывным решением стала многослойная броня. Кумулятивная угроза заметно отступила. Будущее доказало, что конструкторы танков оказались прозорливее любителей большой ядерной дубины. Войны второй половины прошлого века были не ядерными, а вполне обыкновенными. Арабо-израильская война 1973 года показала, насколько опасной была недооценка новейших противотанковых средств. Особенно управляемых ракет, птуров. Боюющие стороны обладали таким количеством современных, по меркам того времени, танков, которое превосходило числом боевых машин у советских и германских войск перед Курским сражением. Из всех уничтоженных на Синае и голландских высотах танков, более половины пришлось на долю птуров, которые устанавливались на наземных машинах и вертолетах. Военные специалисты пришли к выводу. Отныне даже легкие пехотные подразделения, хорошо оснащенные таким оружием, могут самостоятельно останавливать танки. Казалось, танки вновь превращаются в гадких утят наземной войны. Скептики утверждали, что танки обречены, но у них нет будущего. Кому нужны дорогостоящие, сложные в производстве и эксплуатации машины, если их можно уничтожить из водопроводной трубы, дешевого гранатомета? Но, как оказалось, будущее у танка было. Были разработаны новые средства и способы защиты танков. И как это зачастую случалось, подходы к разрешению очередного спора защиты и нападения были найдены в нашей стране в начале 70-х годов. Но об этом мы расскажем в нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok